Всем привет! С вами Мейстер Детектив и сегодня я бы хотел рассказать о изменениях сборки и геймплейда на персонаж. Стоит ли мейнить его в 2022 году? Изменения. Несмотря на то, что он получил много фиксов, но также он получил небольшое улучшение в плане первого навыка. Базовый урон увеличен на 25, а базовый урон от осколка на 10, что позволяет ему в начальной игре тащить несмотря ни на что. Снимают для новичков. Базовый урон это когда вы бьете тычкой по врагу первым навыком, а базовый урон от осколка это когда просто первым навыком кидаете осколок и уходите. То есть это есть базовый урон от осколка и базовый урон просто базовый урон. Сборки. Так как я часто играю в лесу, мне нравится, пожалуй, сборка, где нету коса бедствия. Хотя, если многие там эксперты будут предлагать, я советую собирать без коса бедствия. Давайте. Первый предмет. Собоги заклинатель. Увеличивает маг проникновения, что позволяет нам вначале тащить. Второй предмет. Палочка гения. Увеличивает маг проникновение и уменьшает магическую защиту врага. Райская пера позволяет очень быстро стакаться. Оно увеличивает скорость атака и магический урон. Тем самым мы можем не заменять предмет на говорящий с ветром, а ставить этот предмет. И четвертый предмет. Священный кристалл. Дает нам 100 максимум и увеличивает маг урон в процентах, что позволяет нам ультовать и наносить максимальный урон от ульты. Пятое. Насчет заморозки я не уверен. Заморозка это когда вы сами себя замораживаете и не можете двигаться. То есть это плюс к вам, но одновременно минус. Вы можете увернуться от максимального урона, но можете попасться прям под удочку к ним. Так как при получении максимального урона они будут ставить с вами близко. И вы не сможете ни отхилиться, ни уйти в инвиз. Шестой предмет. Это божественный меч. Божественный меч добавляет маг урон. И плюс 1 магический урон равняется 0,1 маг проникновения. То есть помогает она нам в лейте. Так как в лейте у нас уже вся сборка и весь маг урон входит в 20% магического проникновения. Это очень крутая тема. Почему именно эта сборка? Первые два предмета позволяют убивать живучих врагов на начальной стадии игры. Так как многие закупают уже тапки там на защиту от магии. Кто-то закупает уже пытается щит Афина. Но в этой ситуации есть два предмета, которые могут прям наносить урон и уменьшать при этом броню. Поэтому эти два предмета необходимы для Эймона. Третий предмет. Райское перо. Для стаков конечно же можем заменить говорящий с ветром. Он увеличивает скорость атаки от первого и второго навыка. Что позволяет быстрее стакаться и уже успевать рожать ультимейт. Также кстати райское перо добавляет магический урон. Поэтому мы можем заменить смело говорящий с ветром на райское перо. Священный кристалл. Четвертый предмет, который нужен незаменим прям для Эймона. Увеличивает урон от первого и второго навыка. А также от ульты. Так как ульта это важная часть для Эймона. Нам необходим священный кристалл. Это предмет заморозка для неполучения максимального урона. Как я уже говорил. Но в этой ситуации мы можем заменить на бессмертие. Так как бессмертие нам поможет очень сильно. Но в этой ситуации, если вы опытный игрок, берете заморозку. Если вы неопытный, берете бессмертие. Бессмертие это предмет защиты, который позволяет вам защищаться от врагов. При этом, когда вы умрете, вы получите щит и ману. То есть вы прожмете второй навык и получите навык маскировка. То есть предмет божественный меч. Добавляет маг проникновения, как я уже говорил. И он необходим в лейте. Ну, да лейте, конечно же, мы доживать не будем. Поэтому доминируем в начале игры. И покупаем этот предмет с удовольствием. Геймплей довольно прост. Играем с леса, фармим четвертый левел. Здесь делаем упор на первый навык. А потом уже на второй. После получения ульты. Пытаемся сначала отсидеть в кустах. Так как многие игроки будут видеть нас. И не дадут нам ультануть. Так как они, если под вышку залезут, нам придется под вышку. И мы там же умрем. В этой ситуации мы просто сидим в кустах. Ждем, пока враг приблизится к нам близко. Затем начинаем немножко стакаться. Ультуем и добиваем врага. Начинаем убивать врага, если он ближе к линии черепахи. Также смотрим на вражеского лесника. И убиваем его сначала, а потом уже черепаху. Так как он сможет забрать в отзмезе. И не даст нам фарм и опыт. Первый навык это осколки души. А второй навык осколки убийцы. Не путаем их. Для новичков, так как новички могут и не понять. То, что я говорю от первого и второго навыка. Первый навык это, когда мы бьем базовый. А второй навык это, когда мы просто закидаем киджал и замедляем врага. И оба навыка делают так, чтобы мы сократили дистанцию между врага. То есть стали хосты и начали бить того же танка. Так как первый навык, когда мы его кидаем, мы как будто приближаемся к врагу очень быстро. И так же со вторым. То есть второй он немножко замедляет врага. И мы при этом можем приблизиться к нему очень близко. А теперь поговорим про пассивку. Маскировка. Это замечательная пассивка. Когда мы прожимаем первый и второй навык, а так же ульту, мы получаем невидимость. Эта невидимость включает в себя восстановление здоровья и увеличение скорости движения. Так что мы можем свободно использовать эту пассивку в умелых целях. Так как после использования пассивки, мы можем свободно приблизиться к врагу и нести дополнительный урон. Ульта. Бесконечные осколки. Эта ульта стакается за счет первого и второго навыка. Как же стакать данную ульту? Очень просто. Используем первый и второй навык. Первым мы бьем база. Когда над головой Реймана пять осколков и они наполняются, эта шкала пять осколков, он их сбрасывает. Так как у первого навыка есть тоже осколок, он получает шесть осколков. И у второго навыка тоже шесть осколков. И возникает еще один вопрос. Где можно увидеть, сколько осколков ты набрал? Ответ прост. Рядом с третьим навыком находится определенный счетчик, который показывает счетчик осколков. Ульта варьирует урон в зависимости, использует ли враг рывок или нет. А вспышка, кстати, не считается как рывок. Поэтому рывок тигрила, допустим, когда мы делаем ульту, эти осколки приподнимаются наверх. То есть варьируют от самого начального урона, то есть до. А когда рывок не использует никто, то есть противников, то вы можете легко этим воспользоваться. И прожать ультимейт, и нанести максимальный урон. Максимальный урон в лейте вы можете нанести от 6288 и до 10392 урона. То есть это такие неплохие показатели, конечно же. А вот самый главный вопрос. Как контрить щит Афины? Многие задаются вопросом, щит Афины не контрится? Никак. Даже если Эйман прожмет ультимейт, там нанесется от силы всего 30% урона. И Эйман как бы уже станет бесполезным. Ну, ответ просто. Бьем первым навыком, так как первый навык это магический, и второй навык тоже. Если мы начинаем бить врага магическим, у него активируется щит Афины, точнее активное умение щита Афины. И она после этого кончается, и после этого мы можем нажать ульту. Вот такой вот способ. Ну, правда, честно говоря, мы нанесем всего 80% урона, но тоже урон. Стоит ли покупать данного персонажа? Так как в игре его много фиксили, но он остался имбой. Он играет от начала до середины. И если он начинает доминировать в начале и середине, то в конце тоже начинает доминировать. Поэтому, ребятушки, покупаем его за 32К и играем с удовольствием. Кстати, я решил в конце сделать маньяк, поэтому обязательно посмотрим. Поэтому с вами был Мистер Детектив, и до скорых встреч. Еще увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...